Всем привет! Сегодня мы поговорим о слухах и о нововведениях от Canon, которые вышли в ноябре 2022 года. И их накопилось немало. Честно говоря, я не знаю, зачем это всё нужно. Без этого всего можно отлично жить. Но мы сейчас пройдём по списку, по порядку. Во-первых, это Canon R1. Об этой камере уже давным-давно ходят слухи. Но появилось уточнение, что этой камеры будет 85 мегапикселей. Там будет механический затвор. В отличие от Nikon Z9, где затвор только электронный, она будет писать видео в RAW-формате. Но это уже неудивительно, потому что у Canon это уже мейнстрим, можно сказать. R5 и R3 пишут RAW. А, и C70, кстати, тоже. Ещё в новости уточняется, что она появится не ранее 2024 года. То есть в 2023 году R1 нам не увидеть. Хотя, опять же, зачем оно надо, вопрос. Но пишут о том, что камеру планируют выпустить до летних Олимпийских игр в 2024 году. А до Canon R1, возможно, ещё выйдет Canon R5s с увеличенным разрешением. Тоже не знаю зачем, но, возможно, выйдет ещё R5s. Естественно, мы увидим много RF-объективов. Кстати, о планируемых RF-объективах я поговорю чуть-чуть позже. Ещё одна новинка – это Canon R50. Люди в комментариях спрашивали, а когда же будет аналог EFM камеры, но на RF-бинете. Опять же, у меня ещё раз этот вопрос. А зачем, если это те же яйца, только в профиль? Но она таки будет. То есть, смотрите, на данный момент у нас есть R10 и R7. На R7 уже был физический реальный обзор. Но R7 – это камера, хотя она довольно компактная, но всё равно с рукояткой такой большой. Она не совсем дешёвая, то есть рекомендованная цена 1500. И это флагман среди кропов. Здесь же речь идёт касательно R50 о начальной модели. То есть, она будет очень компактной, маленькой, без видоискателя. То есть, опять же, аналог Canon M серии. Вроде M6 Mark II или, можно ещё вспомнить, оригинальную, самую первую Canon M. То есть, вот такой форм-фактор. Потому что R10, которая есть на текущий момент, в ней есть видоискатель и в ней есть всё-таки рукоятка. То есть, это камера, ну, скажем так, среднего сегмента и стоимость 1000 долларов. То есть, это не самая дешёвая камера. А здесь будет прям-таки народная модель, то есть, можно сказать, замена M50. Не уточняется, что там будет по параметрам, но в ангую, я думаю, что там точно будет резкая 4K 24, 30 кадров в секунду. Что они наверняка пишут, что там не будет рукояти и не будет видоискателя. То есть, прям-таки карманная камера. Предполагается, что её также могут назвать R100 или R1000. Но, честно говоря, в R1000 лично я не сильно верю, потому как линейка Canon 1000D – это днище, ну, просто, это самый ужас. Это самые убогие камеры, вот, наверное, даже хуже камер Sony. Это вот 1000D, 1100D, там, отвратительнейший экран. Это дешёвый-дешёвый пластик, это ужасная линейка. И я, ну, хотелось бы верить, что Canon не будет реинкарнировать это на RF-байонете. Лично я больше склоняюсь и к названию R50, и к тому, что R50 – это будет аналог M50. То есть, самая бюджетная, но в то же время самая ходовая и блогерская камера, и кроп-фотопрад – всё в одном. Предположительно, R50 будет представлена на выставке CP+, которая пройдёт в Японии в начале февраля 2023 года. То есть, R50, ну, или R100 осталось ждать совсем недолго. И вместе с этой же камерой планируется выпустить объектив барабанной дробь Canon RFS 22 мм f2.0. Не кажется подозрительным? Ничего, ничего не совпадает. И я вам сразу дам ответ. Они просто заново продают все те же самые EF-м объективы, которых нет. Я помню эти вот вопли в комментариях. Да на EF-м нет объективов, да там не на что снимать. Ну, а, надо, на RF-м нет объективов. У Canon, ну, вообще нет объективов, это мы знаем. Но у них и на беззеркалке тоже вообще нет объективов. И вот теперь они заново выпускают тот объектив, которого нет уже много-много лет. Кстати, очень хороший объектив на EF-M 22 мм f2.0. Очень ходовой, штатный объектив. То есть, можно снимать и ночью, и в помещении. И небольшое, но размытие фона там всё-таки будет. Ну, реально небольшое, потому что это широугольник. То есть, объектив вот я могу нахваливать со всех сторон, потому что на EF-M я уже его тестировал. И тут они выпускают тот же самый RF-S 22 мм f2. И, конечно же, все побегут покупать новую камеру с новым объективом, потому что там всё же будет по-другому. Она же будет снимать вот принципиально лучше. Вот-вот всё по-другому. EF-M уже не снимает, это мёртвая система. А тут вам выпускают всё абсолютно то же самое. Абсолютно, вот реально. Не, ну, вот и реально. Единственное отличие от M50, которое я вот так на будущее вижу, это, скажем так, бескропнутая резкая 4К. Потому что, а, ну и с автофокусом. Кстати, это приятное нововведение. Но, блин, всё равно сейчас контент в Full HD всюду пишется. И даже когда у меня некоторые видосики YouTube, реально это YouTube что-то меня не любит, наверное, за то, что я Sony ругаю, выпускает в 360p, хотя они в исходнике, в 4К, но в 360p выпускается ролик. Ничего страшного, на просмотр это не влияет. Но мы будем говорить о том, какой же там резкая 4К будет в новой камере. А EF-M, конечно же, уже не снимает. То есть, надо брать с тем же самым объективом на RF-байонете. Canon R50 у нас будет. Ну, а теперь мы переходим к самому вкусному. К новым объективам на RF-байонете. И реально новым. То есть, не RF-S, когда нам EF-M продают просто заново в новом корпусе. И, кстати, я думаю, что, ну, долларов на сто он будет дороже, чем оригинальный EF-M. Но теперь мы говорим о новых RF-объективах, которые в ближайшее время мы увидим. И, внимание, барабанная дробь – это те самые тилт-шифты с автофокусом, о которых давно говорили, по-моему, еще года два назад, потому что это уникальная технология. До этого все тилт-шифты были с ручной фокусировкой. Теперь это будет называться TSR, то есть тилт-шифт на RF-байонете. И фокусное расстояние один объектив 14 мм f4L, и второй объектив TSR 24 мм f3.5L. То есть мы скоро увидим два супердорогущих интерьерных объективов, как раз для агентских съемок, как раз, чтобы снимать квартиры под 10 баксов за съемку. Вот это идеальный выбор будет. Два широкоугольника, которые, ну, опять же, у меня при тилт-шифте уже были обзоры на 24 мм, на 17 мм у Canon, и предыдущие тилт-шифты абсолютно крутейшие. Ну, конечно же, новые снимают совершенно по-другому. Вот прям вам гораздо больше заплатить за эти съемки. Не 10 долларов, а 12 долларов, если вы придете с тилт-шифтом, которые, ну, на вскидку, я думаю, будут стоить, ну, до 1004 долларов. Ну, может быть, 3, но это от большой щедрости, потому что тилт-шифта, это всегда было дорогое удовольствие, а здесь они еще и автофокусные. Но те, кто снимает или хочет снимать интерьеры, порадуют еще одним объективом Canon RF 1024 f4L USM. И это прям вау. На самом деле, у Lalova уже есть аналогичный объектив, но он не автофокусный и он не оригинальный. А здесь же автофокусный RF Bayonet с, ну, темной f4, но для таких объективов светосила не нужна для сверхшириков. Но 10 мм на полном кадре – это прям супер широко. Это слишком широко для, не знаю, для 99% ситуации. То есть, это как очень выправленный FSHI, потому что даже 14 мм – это специфическое фокусное расстояние. Тут 10 мм на полном кадре, а это полнокадровый объектив – 10-24 мм f4L. Это что-то с чем-то. Следующий объектив из этого списка – новых объективов RF 18-45, 4-5,6 AS-STM. Причем по этому объективу пишут, что он с наименьшей вероятностью выйдет. И я сначала подумал, а что о нем пишут, если он уже вышел. Потому что на Canon R10 и R7 – это китовый объектив, ну, такая затычка, которую у нас продают, я видел, за 500 долларов. Ну, это, конечно, жесть. Ну, в комплекте с камерой окей, но покупать такое за 500 долларов – это как-то неадекватно. А потом я понял, что в названии этого объектива нет буквочки S английская. То есть, это говорит о том, что это полнокадровый объектив. А полнокадровый 18-45 – это уже совсем не то же самое, что и кропнутый 18-45. Потому что кропнутый в эквиваленте получается что-то около 30-65 миллиметров. То есть, такой стандартный объектив, не сильно широкий, не сильно зуммирует. Ну, такое, как бы на него удобно снимать, но ничего особенного по фокусным. То на полном кадре 18 миллиметров – это уже очень даже широко, и на это уже можно снимать те же самые интерьеры или пейзажи. Ну, 45 миллиметров – это стандартный ширик. Ну, вернее, не ширик, это реально стандартный объектив. Самый стандартный – это 43 миллиметра. То есть, фокусное расстояние на самом деле интересное. Я не сомневаюсь, что он будет легким и компактным. 4, 5, 6 – это темный объектив. Но, опять же, для такого стандартного широкоугольного объектива ничего страшного. Я думаю, что, исходя из параметров, исходя из отсутствия буквы L в названии, он не будет дорогим. И как для полнокадрового объектива, мне, например, интересно. То есть, я думаю, что это будет такая маленькая штуковина, которую будет удобно с собой брать в путешествие. Ну, интересно. Хотя у Canon уже есть 15-30, 4, 5, 6, 3 AS STM. Я вижу, что его рекламируют как блогерский, там показывают девушку, которая держит его на селфи-палке. И действительно, на 15 миллиметров на полном кадре можно себя так снимать, будет вытянутое лицо, но зато всё попадёт в кадр. И, в общем-то, 18-45 как бы немного его дублирует и перекрывает такой объектив. И вот эта разница 3 миллиметра на широком угле, она, конечно, ощутимая. И 15 миллиметров на длинном конце, то есть, 30 или 45 миллиметров. В общем, я вам скажу, что это странная история, потому что эти два объектива, ну, в качестве полнокадрового, они как бы друг с другом конкурируют. И мне не совсем ясно разграничение между ними. Следующий объектив, который нам обещают, это долгожданная светосильная 35-очка. RF-35F1.2L USM. 1.2. То есть, сейчас, напомню, у Sigma есть аналогичный объектив. У меня, кстати, на него даже есть обзор на Sony. Sigma 35-1.2 Art. Здоровейнейший, тяжеленнейший. По-моему, 1.2 килограмма он весит. И недешёвый. Теперь ещё более недешёвый выйдет на RF-байонете. Это, конечно, суперздорово, но я уверен, что вот реакция на этот объектив будет, а когда же нам дадут 1.4? Потому что 1.8 он вообще не снимает, это вообще не то. Там и хроматика, и бокашка не та. 1.2 он очень дорогой. А вот 1.4 желательно за 200 баксов. Это оптимально. В общем, Canon-козлы, они должны всем, всем Canon должны выпустить 35-1.4 за 200 баксов. А пока что, увы, увы, только 35-1.2L. Ну, и завершает список того, чего нам обещают. RF-500 мм F4 LAS. Напомню, они уже выпустили, вернее, перевыпустили линейку 400 мм, 600, по-моему, 800, 1200. То есть, все эти супердорогие, супербольшие белые объективы на RF B-Net. И причем там, что там идет просто встроенный адаптер с EF на RF. Но они его перевыпускают и продают вот вам новый RF-объектив. По вероятности появления этих объективов пишут, что наименее вероятным является 18-45. Далее, не сомневаются в том, что выйдет 35-1.2, потому что о нем уже много писали, много слухов туда-сюда, ну, мало конкретики. Еще ожидают, что появится RF-24 мм 1.4L, но это из серии надежд и ожиданий. Еще несколько слов о уже вышедшей вспышке Canon Speedlight EL5. Ее анонс состоялся вместе с Canon R6 Mark II и Canon RF-135 мм 1.8, о которых у меня уже было отдельное видео. Но про вспышечку я не сказал. А вспышечка на самом деле достойна внимания, потому что по параметрам она топовая. Ну, у Canon есть самое-самое топовое. Это EL1 вспышка за 1000 долларов накамерная. Пару слов о ней. Очень быстрое время перезарядки вплоть до 1,1 секунды. Кстати, такое же ведущее число. 60, так же, как у EL5, о которой я сейчас поговорю. Водозащита, активное охлаждение вспышки, активное охлаждение вспышки. Встроенный моделирующий свет, можно выставлять мощности до 1,8192. Перезаряжаемые батареи. Кстати, вот на фото показан этот аккумулятор Canon. То есть, не пальчиковые батарейки, а аккумулятор Canon. Но это самое топовое. Прикол в том, что EL5, которая вышла после нее, она имеет очень много общего по функционалу с той вспышкой. Причем, я вам сейчас покажу, в Америке она стоит 400 долларов, ну, в зависимости от штата, разные налоги. В Европе за нее хотят 550 евро, что уже не так вкусно, конечно. Но, давайте посмотрим по характеристикам этой вспышки. Здесь есть встроенный радиопередатчик. То есть, если у вас несколько таких вспышек, вам не нужны дополнительные синхронизаторы. Они сами друг с другом будут общаться. Ведущее число здесь написано запутанно. 60 у нее ведущее число. Далее здесь есть LPEL аккумулятор. То есть, аккумулятор Canon специально для вспышек. Смотрите, управление мощностью, если там было 8000, то здесь одна, самый короткий импульс, 1024. Но это уже очень круто, потому что у меня старая вспышка EX550, там самый короткий импульс, 1,128 и я отлично с этим снимал много-много лет и ничего страшного. А здесь уже 1,000. И, кстати, время перезарядки тоже от 1,1 секунды, но если импульс слабый. Тут тоже встроен моделирующий свет, который представлен вот двумя диодами под самой вспышкой. Причем эти диоды, они работают или как моделирующий свет, или как лампы подсветки для того, чтобы навестись по фокусировке. То есть, обратите внимание, в корпусе здесь инфракрасной лампы нет. Есть вот эти диоды и только вот в самой вспышке. И, кстати, отсутствие лампы инфракрасной подсветки отвечает на вопрос, что очень многие люди ругались. И мы, кстати, с Юрсом в нашем интервью обсуждали, что когда вы используете старые зеркальные вспышки, уже старые вспышки, все, они уже не работают. Фотки некрасивые, это уже все не то, надо обязательно апгрейдиться. Так вот, встроенная лампа инфракрасной подсветки не работает с беззеркальными камерами. Но у беззеркальных камер встроенная лампа инфракрасной подсветки. И стругались, не, все, это фигня, у меня вспышки, не работает лампа, что такое, все фигня. Люди в корпусе есть, вот у R5, вот на R5 себе снимаю вторая камера, там в корпус есть лампа инфракрасной подсветки. Но во вспышке, та лампа, которая есть в старых вспышках, она не работает, но работает та, что в тушке. И такая же тема, кстати, и на камерах Nikon. И вот ответ от Canon, что в новых вспышках для беззеркалок там просто нет этой лампы инфракрасной подсветки, потому что она из тушки, но здесь есть просто два диода под вспышкой но в общем то диоды мне кажется не хуже чем вам инфракрасной подсветки но я еще еще раз напомню что в тушках canon это лампа встроенная она и так там есть что еще у этой новой вспышки здесь есть красивая менюшка красивый экранчик то есть я вот после моей вспышки x550 смотрю но вообще круто круто хотя я всегда пользовался в ручном режиме мне все эти наворота не нужны но ладно здесь есть джойстик мы знаем что если есть джойстик то устройство определенное профессиональное здесь есть он сиди экрана здесь из крутилочка и джойстик и крутилочка понимаете то есть это тупо вот покупаете вы сразу профессионал но надо еще два слота карт памяти во вспышку ставить вот тогда она точно будет для профессионалов ей можно управлять через приложение не окей если вы делаете какую-то сложную настройку вы занимаетесь ну или не занимаетесь вы страдаете стробизмом выставляете там не знак 6 таких вспышек купили выставили какую-то световую схему и да с приложения будет удобно то чтобы на каждой не не менять мощности выставить ту мощность которую хотите или вы можете управлять прямо с самой вспышки но если у вас вспышка одна то управлять из телефона редкое извращение самое веселое с этой вспышкой когда мы прокручиваем вот всю эту красоту вниз то нам пишут что эта вспышка совместима только с четырьмя камерами canon а именно r6 mark 2 r7 r10 и r3 все приехали потому что у нее башмак вот этот новый модный увеличенный canon который вставляет в новые камеры если вы захотите вставить ее в предыдущие камеры как я предполагаю она не то что не будет в ручном режиме работать она вообще не будет работать еще из позитивного эта вспышка может подряд делать до 95 пыхов ну реально это немало и на одном заряде она может на полной мощности пыхнуть дать вам 350 пыхов что как бы неплохо то есть вспышка по всем параметрам вот прям очень годная очень хорошая но опять же вот у меня такой немой вопрос а что старый уже не работает вообще-то старые тоже отличные ну и цена опять же в америке 400 долларов сколько в вашей стране не знаю но в лучшем случае 400 долларов это как бы немало ну знаете за родную почти топовую вспышку она реально ну есть там вот это ель 1 но это уже совсем совсем круто но реально это не младшая модель то есть там они пишут они кстати пишут что она для профессионалов то есть можно расслабиться то есть вот advanced photographers то есть все нормально ну а они не написали профессионал о слушайте тут мне написали профессионал это я сейчас зайду на сайт canon может быть тут написали о не не профессионал лайтинг все нормально я расслабился не тут написали то есть это профессионал вспышка в общем но вы можете купить профессионал годок вспышку раза в два раза дешевле нюансы вспышками годок с такой из самых ощутимых что у них между пыхами может быть разброс по цветовой температуре для тех кто снимает допустим со стекингом это как бы большая боль то есть теоретически это можно все исправить то что у вас вот отличаться баланс белого на 30 фотографиях кстати в последнем копчерван добавили такую функцию когда он подбирает фотографии по цвету к одному образцу это кстати вот со вспышками годокса с их неровным балансом белого это поможет то вспышек canon такой проблемы нет но вам не обязательно покупать самую новую самую крутую я эту мантру повторяю про самое новое крутое как про фотоаппараты как это объективы так и про вспышки ну вот реально понты ради понтов она конечно это все очень хорошо но и все предыдущие отлично выполняют свои задачи моя вспышка покупалась 2004 году и отлично работает но теперь у нас есть адекватная замена от вспышки перейдем к программному обеспечению canon обновили свою программу с вебкам utility но как обновили не добавили возможность платить за нее то есть делать платную подписку с дополнительным функционалом то есть идея вот этих подписок распространяется от дебильного айфона и на нормальные камеры canon что же вы можете получить если вы заплатите за лс вебкам utility что меня больше всего интересовало получит ли пользователь full hd наконец-то потому что напомню в чем проблема обычного бесплатный в коммете лети в том что вы получаете только 720p что как бы не совсем резко то есть кому-то ну конечно сгодится но даже на стримах это заметно то есть там full hd или 720p то есть если я там еще стебус про 4к там самая резкая но ли не самая резкая то вот full hd все таки надо иметь хорошее полноценное и в стримах тонн в том числе напомню что вы помните лет это программа для того чтобы подключить практически любой фотоаппарат canon и старые в том числе то есть старые они как бы все еще снимают как ни странно посредством usb кабеля компьютеру без карты захвата и получите себе бесплатно с обычной версии с бесплатной можете стримить с фотика но получать лучше картинку чем с телефона так вот в версии по подписке они дают full hd они все-таки дают но там идет digital upscale что это означает это означает кидалово то есть исходный сигнал будет иметь меньше разрешение а он программно будет растянуть то есть это не это обратная функция вот этому оверземплингу то есть у вас не с 4к уменьшается до full hd тут не написано с чего не об скале лет но с меньшего разрешения растягивают до full hd причем они в этой же табличке пишут что у них даже 720p идет digital upscale то есть оригинальное разрешение не знаю 500 или сколько там не как-то в комментариях спрашивали а у canon 100d 720p с оверземплингом я даже не додумался знаете до такого гениального вопроса у canon 100d видео мыльное всегда full hd на мыльные в 720p на мыльные и в эвус в комьютилить она тоже всегда мыльные то есть если вы хотите для стримов резкую картинку full hd то вам нужно купить карту захвата как бы там ни было платная подписка канон вас не спасет но что они нам дают можно настраивать из global image adjustment настраивать картинку настраивать его можно и в камере можно и в программном обеспечении настраивать можно вот что интересно что можно подключить несколько камер до пяти камер я думаю что вот это реально существенная фишка потом беспроводного подключения что тоже прикольно то есть без кабеля если вы купите эту подписку можно стримить не на один канал а на несколько каналов с одной камеры то есть интересное улучшение не в плане картинки а в плане функционала который дает вот эта штуковина добавляется функция изменения размера видео чтобы она заполняла экран то есть вместо того чтобы в бейсе растянуть уголки здесь будет в платной подписке нажали кнопочку но сама растянулась гениально также как следующая функция перевернуть наклонить там отразить изображение кропнуть и кропнуть кропнуть уже мыльную картинку можно добавить водный знак что еще переходы между сценами горящие кнопки захват экрана по сути все это функционал обе с а там все это есть но самое интересное то я уже перечислил то есть беспроводное подключение камеры несколько камер и стрим на несколько каналов это да все остальное вы можете сделать и без платной подписки а стоимость этой подписки 5 долларов в месяц или же 50 долларов в год и они дают 30 дневный пробный период бесплатный можно попробовать что же она дает но я даже пробовать не буду особенно знаете когда у тебя есть карта захвата то что они там описали но как-то не вставляет и под конец и новинках от canon обещают нам в 2023 году две кино камеры си из синема линейки си 200 марк 2 и си 700 марк 2 что касается си 200 марк 2 пишет что она будет иметь другой форм-фактор и займет место между канон си 70 и си 300 mark 3 но маленькая она не будет сразу говорю потому что си 200 оригинальная такая вообще не легкая не маленькая да и си 70 как бы ну среди кино линейки она типа компактная но я бы тоже не назвал прям совсем маленькая а тут это будет что-то среднее между си 70 и си 300 ну короче очередной кирпичик будет такой ну реально профессиональный по параметрам си 200 марк 2 такой же датчик super 35 то бишь кроп полтора она будет на рф байонетик он все переводит на рф байонет 4к до 120 кадров в секунду в общем то так же как и си 70 формата cinema raw flight xf и виси и mp4 тоже как у си 72 сватак от памяти sd hc2 v90 модульная конструкция бокса несколько похожие на камеру panasonic bs 1h выходы hdmi и sdi и многофункциональный горячий башмак для внешнего модуля xlr кстати еще прикол по поводу вот этой вспышки я вспомнил canon ель 5 так вот canon r5 c которая на половину фотоаппарат на половину кинокамера вспышку поддерживать не будет вот такой вот прикол ну а касательно си 200 марк 2 я так понимаю что его главная отличительная особенно ее этой камеры кинокамеры главная отличительная особенность это модульная конструкция который не написали потому что по всему остальному у нас совпадает c70 но для профессиональных кинокамер модульная конструкция это но нас характерных особенностей скажем так а что касается си 700 марк 2 то есть эта камера вообще космос космический корабль буквально первое что они пишут заменяемый сенсор на выбор то есть речь идет не о том чтобы купить камеру на выбор с таким сенсором или с другим сенсором а что в том что у вас есть камера в которой вы но сами ли там с помощью техника можете заменить сенсор какой вам больше подходит не знаю для вашего конкретного подходящего фильма там так вот или это супер 30 5 то бишь кропнутый сенсор 5к с глобальным затвором то есть без роллинг шаттера вообще или же полнокадровый датчик 8к джо роллинг шаттер вот так вот на выбор то есть хотите 8к полнокадровые или хотите 5к но с глобальным затвором и кстати это в продолжение модульного дизайна то есть вот у си 200 марк 2 модульный дизайн а здесь он супер модульный если сам сенсор можно менять и тут пишут оба блока датчиков оснащены прямым рф креплением на который можно установить переходник еф или lpl без необходимости снимать рф крепления то есть я так понимаю что там идет блок матрица и bayonet вы меняете матрицу bayonet вместе если вам нужен там кроп или полный кадр и еще в этой камере в си си 700 mark 2 появятся две новых гамма кривые canon log 4 предназначенная для съемки hdr и white drc не предназначена для получения кинематографических цветов прямо из камеры то есть аналог синитона но и так понимаю что рабочий аналог потому что синитону в пусоне это днище просто и знаете что удивительно что этой камеры всего лишь два слота карп памяти 1 слот сейф экспрейста бий и один слот для карт sd ну знаете вот такой профессиональные камеры и мне казалось что их должно быть 4 потому что мы знаем что чем больше слотов карп памяти тем камеры более профессиональные вот это мне больше всего удивило вот такие ноябрьские новости на текущий момент пишите в комментариях что вы думаете о новинках и нововведениях от canon на этом всем пока подписывайтесь на мой канал и на мой telegram ссылочки будут в описании и в закрепленном комментарии а